Всем привет! Во время проведения акции или при выходе патча, некоторая пакетная техника War Thunder снимается с продажи, после чего либо возвращается через какое-то время за Золотые Орлы, либо считается редкой до появления определенной акции, когда ее снова можно приобрести. Про некоторые редкие пакетные танки и самолеты я вам уже рассказывал, а вот про вертолеты я как-то обходил их стороной, хотя за 4 года с момента появления первых интокрылых машин, аж целых 5 вертолетов стали редкими машинами. Начнем с советского Ми-24Д, он пропал с радаров в начале 2020 года, в тот момент уже вовсю проходили скидки на вертолет Камова, и люди не особо понимали зачем Ми-24, когда есть эффективный К-50, тем более крокодил был завышен по боевому рейтингу, да и пятый ранг не внушал особого доверия. В конце концов вертолет был снят с продажи. Сейчас Ми-24Д это что-то среднее между Ми-24А и Ми-24В, от веранды ему достались 4 птура фаланга, а от вышки САЭП и блоки ЛТЦ. Из-за того, что у нас нет ракет Штурм и ракет Р-60, наш боевой рейтинг стал 9.0. Ми-24 это быстрый, но большой и не шибко маневренный вертолет, в него легко попасть, учитывая, что на этих БР-ах имеются зенитки и машины с осколочно-фугасными снарядами с радиовзрывателя. Спасают положение птур фаланга, который по дистанции будет чуть дальше натовских аналогов. Максимальная дальность доходит до 4 километров, что хороший результат, но при этом советская ракета летит медленнее, и за это время, пока она достигнет вражеского танка, нас, к примеру, может сбить реактивный истребитель. Отбиваться от авиации придется с крупнокалиберного пулемета ЯКБ. Но сколько я с него бы не стрелял, первым сбить мне получалось редко, а вот по нам прилетает постоянно. Сейчас хорошо, что есть автоматическая система пожаротушения. Выживаемость возросла, но не на много, чтобы это стало так заметно. Из неуправляемого вооружения можно подвесить блоки С-5К, это слабые кумулятивные ракеты. Запускать их лучше сразу с серии, и тогда возможно получится уничтожить какой-нибудь танк. Хорошо, что хоть имеется вычислитель, это облегчает нашу стрельбу. Ракеты С-24Б наносят намного больше урона, но их всего 4 штуки, и ими еще нужно попасть. Для особых случаев предусмотрены бомбы, причем даже ФАП-500. С них тоже можно сделать фраги, но это больше на любителя. Сейчас в МИ-24Д, если не встречают бегля, это сержанты Йорка, ВИК-40 и другие шведские БМП, то показывают неплохие результаты. Следующий вертолет раньше находился в немецкой ветке премов, точно так же как и МИ-24Д был выведен из продажи зимой 2020 года, но при этом появился на зимней распродаже год назад. Если с Крокодилом было все понятно, то ход БОА-105 для меня загадка. На данный момент единственный прем Германии это МИ-24П. Вертолет хороший, но бошка была совершенно с другим геймплеем, полная противоположность советскому вертолету. Если бы БОА-105 оставили, то перед вами был бы сейчас выбор. Между небольшим маневренным вертолетом с футурами, стреляющим на 3,5 км, или большим, но хорошо вооруженным МИ-24П, который способен работать уже на дистанцию 5 км. В танковых симуляторных боях БОА-105 наводит ужас в сетапе 9.2, там вертолет способен изменить ход боя. Против нас выступает лишь Шилка и Енисей, а реальную угрозу представляют только различные БМП, китайская ЗСУ-572 или опытный пилот реактивного истребителя, но такие обычно там встречаются нечасто. В реалистичных боях ситуация обстоит иначе, тут мы уже можем столкнуться с ЗРК и МИ-28. Эффективность БОА-105 тут снижается. К примеру, авиация, которая нам нечем контрить, кроме как турами, может изрядно нас потрепать. Вертолет спасает лишь отличная маневренность. Мы должны использовать местность для нанесения ударов, тогда БОА-105 может набить немало фрагов. Если вы хотите попробовать данный вертолет, то точная его копия находится в шведской ветке. Также на зимней распродаже год назад был не только БОА-105, но и итальянский А-129 Мангуста. Сейчас в игре доступна исключительно турецкая версия, и по эффективности она хуже оригинала. В основном из-за вооружения. У Т-129 Атак есть медленный аналог Хеллфайра, который летит 180 метров в секунду, и переделанная ракета Гидра под лазерное наведение. В Мангуста же имеется 8 нормальных паров Хеллфайр или Толл-2, и я обычно использовал последний, потому что у них прямая траектория, и в паре с телеавтоматом это отличная вещь. А вот Хеллфайры я запускал только на больших и открытых картах. В плане оборонительного вооружения, в Мангуста есть турели с крупнокалиберным пулеметом. Даже при учете телеавтомата, сбить противника с него получается далеко не всегда. Не хватает также ЛТЦ, который как раз имеется у турецкой версии. Приходится использовать нары, чтобы хоть как-то увезти ракетовый целот и подобных зениток. В нахождении наземных и воздушных сил очень помогает тепловизор. Сразу можно увидеть движение и пустить ракету. А вот что насчет маневренности, то А-129 приятно управляется, и может быстро уйти с линии огня. Как и вертолет, который уничтожает исключительно наземную технику, он хорош. Но бороться с авиацией ему сложно, особенно если против нас попадается Ми-28 или К-50. Следующий вертолет это американский UH-1 Airacus, или как его еще называют, Хьюи. Прейм-версия отличается от обычной, все лишь наличием двух подвесных 30-мм пушек XM-140, которые вы навряд ли будете использовать. Пушки экспериментальны, и о них мало информации в сети. Не говоря про то, что в игре про них ничего не написано. Я даже не знаю, сколько они пробивают. Обычно в анализе защищенности можно оценить урон и пробой, но сейчас там до сих пор отсутствует данный боеприпас. По эффективности скажу, что 30-ки неплохо так разбирают легкую технику. Ими даже можно уничтожить ОБТ, но для этого придется сближаться, и в условиях, когда на этих БРах полно автопушек, лучше использовать тур АйТО. Их у нас аж целых 6 штук, поэтому подлетаете чуть ближе к танковой карте, и с 3,5 километров спокойно отправляете ракеты по наземным целям. Важно только осматриваться на случай вылетевшего вражеского самолета. Хьюи-вертолет не такой верстлявый, как БАО-105, но для того, чтобы вернуться от летящего на субтура, или уйти из-под обстрела зениток, его маневренности хватает. Из продажи данный вертолет вылетел в начале 2020 года. Ну и как я уже говорил, кроме 30-ок вы особо ничего не теряете. В ветке прокачки есть точно такой же Ирокес. Последним на сегодня будет румынский Алуэт, ER-316Б. Это первый выведенный из продажи вертолет. Произошло это событие в ноябре 2019 года. С тех пор в продаже он так и ни разу не появился. Если сравнить ER с линейным Алуэтом, то мы получим чуть лучше его версию. Начнем с того, что у нас имеется курсовое вооружение. Да, там всего лишь два пулемета винтовочного калибра. Но это уже лучше, чем ничего. Также у нас установлены 32 неуправляемых ракеты С-5К. Их трудно реализовать, учитывая, что у нас нет учислителя. Но они нам могут помочь в борьбе с вражеской авиацией. Говоря про ПТУР, то на ER устанавливается 6 ракет Малютка-2. Что уже на две ракеты больше, чем у линейного француза. Но, увы, по некоторым характеристикам, советские ракеты уступают западным аналогам. А конкретно, у нас меньше дальность стрельбы на 500 метров и меньше скорость полета ракеты на 50 метров в секунду. Хотя при этом у ракеты больше взрывчатки и лучше бронепробития. Несмотря на то, что ракеты медленные, я считаю, что 6 ПТУР это хороший аргумент к эффективности. Ведь на 8.3 ни у кого нет такого количества ракет, только выше по БРО. ЛТХ и ER машина не быстрая, но маневренная. Опять же, увернуться от ПУРа или от Зенитки вертолет способен, но на больше рассчитывать не приходится. Для боевого рейтинга 8.3 это отличный способ уничтожить танки. В заключении, я могу сказать, что из 5 уединенных вертолетов 4 были пятого ранга. Возможно, улитка решила, что вертолетные премы стоит оставлять только счет 100 ранга. Пишите ваши версии на этот счет, заглядывайте в описании, подписывайтесь на канал. Ну а я вам, как обычно, желаю легких фрагов и чистого неба над головой.